Всем доброго дня! А сегодня мы отправимся с вами в ресторанчик. Их будет несколько в этом видео. С вами поделимся мексиканской кухней. Вы узнаете, где можно покушать самые вкусные свиные ребрышки. А во втором ресторане мы с вами попробуем суп из сушеной свиной шкуры и макарон, а также огромный десерт. Ну а в третьем ресторане на закуску будут огромнейшие вкусные бургеры. Сейчас я вам еще раз покажу особенность переходов в Мексике. Их здесь нету, поэтому быстро смотришь и бежишь, где идешь, там и бежишь. Только смотрите внимательно. Но машина здесь не очень быстро ездит, но все равно безопасность превыше всего. А особенно это удобно с колясками. Вот мы уже и подошли к нашему ресторанчику. Здесь продаются самые вкусные свиные ребрышки, которые я, по крайней мере, пробовала. Сейчас посмотрим, остался ли тот же замечательный вкус. А называется данный ресторан Alitas Picas Grill. Так, мы идем до нашего столика. Вот такой он небольшой, он продолговатый, узкий. А пойдем мы туда, в самый конец какой-нибудь. Пойдем в уголочек, чтобы никому не мешать. Заняли местечко. Сейчас я вам покажу меню. Так, меню. Здесь представлены различные стейки. Вот они, цены. Дальше пакеты из бургеров различные. И ради чего мы пришли сюда. Это, конечно же, свиные ребрышки. Мы взяли вот набор Baby Black Burst. Рипс мы взяли килограмм 440, а есть порция по 250 грамм 155. Это на наши 350, около 500 рублей, 450 рублей. Различные салаты 110, 135 песо. Это пахитосы, бургеры различные. Но ради чего идти, еще раз повторю, это свиные ребрышки. Сейчас покажу вам. Надеюсь, в видео будет все видно, потому что здесь так, узкловатый свет. И, то есть, небольшой свет лампочка у меня над столом. Вот такой вот ресторанчик наверху. Смотрите, трубы. Светильники вообще небольшие. То есть, лампочка свисает, да и все. Ну, такой минималистический дизайн. Но здесь это не главное. Главное, сейчас я покажу, что. Нам этот ресторан запомнился. И мы вот специально прямо в него пошли. Идти на матку дома, где мы живем, порядка 25 минут. Взяли мы по пиву. Вот две фирмы. По 30 и 35 песо за бутылку. Это по 100 рублей получается. У меня легенькая. Сейчас я вот это попробую. Так, чем они отличаются? Да, у меня светлая, у тебя просто темная. И вот посмотрите, вот такой стакан с соком. Тут натуральных соков нету и лимонада. То есть, лимонад с медом, ой, лимонад со льдом. Вон, высотой их как бутылка. Только по объему тут литр, да, в этом стакане. Вот нам принесли эти шикарные ребрышки в барбекю соусе. Так, у нас дальше идет кукурузка вареная. Далее салат и картошечка. Вот сейчас мы попробуем и я вам скажу, тот ли этот вкус. Включила подсветку и видно, что большой слой соуса. Они мягкие и сверху еще, ну, еще политы. Разрезается очень легко. Ну, реально вкусно. Если вы будете здесь в Канкуне, это стоит того, чтобы сюда заехать. Также здесь мягкая кукурузка. Мы сейчас с вами ее попробуем. Смотрите, какие большие кусочки. Это счастливый человек, который дорвался пиво с ребрышками. Он счастлив. И я счастлива. И все мы счастливы. Как вы думаете, смогли мы съесть килограмм ребрышек? Вот этот вот человек это сделал. Смотрите, куча, куча пустых ребрышек. Вот она наша тарелка. Я уже доедаю. Ну, малыш уже объелся. И вон еще косточки. Счет у нас вышел на 625 песо. На наши российские это 2200 рублей. Зашли мы опять в наш ближайший торговый центр. Здесь мы ищем ресторан мексиканской кухни. Торговый центр здесь небольшой, он двухэтажный. Но, в общем-то, многое можно найти. Здесь и обувь, и одежда продается. На втором этаже форт-корт. И небольшие развлечения для детей. А вон там справа кинотеатр находится. Вот небольшой форт-корт. Мы здесь обедали как-то. Ели так. Самое интересное, здесь вы заказываете, вам приносит еду официант. И вы едите. И оплата чека уже в самом конце, как в ресторане. Сейчас мы пойдем в ресторан La Casa de los Abuelos. Типа мексиканский. Вот даже очередь туда большая. Смотрите, сколько народа. И мы записались, будем ожидать, сколько времени нам ждать. Это мы пришли не на ужин, а на обед. Смотрите, какая интересная выпечка здесь. Но опять же мы встречаем вот эти бутерброды с массовым и сахаром. Это типа как кафетерий, но в то же время и кафетерий. И небольшой такой ресторанчик. Так. Меню у них разнообразное. И цены вполне даже приемлемые. Сейчас вам покажу немного цены. Вон какие интересные коктейли у них. Так. Как различные комбо-обеды. Салаты. Рулетики. Выпечка. Смотрите, какой интересный коктейль. Поделись своим супом. Акстекский суп. Снимаем. Что в него входит? Макароны. Там что у тебя там еще? Густо-густо макароны, авокадо, сыр вот этот, да? Фета, наверное. Да. И вот это вот видите, пласты такие. Это шкура сушеная, свиная. Это вот что за блюдо ты заказал? Вот это. Кончеладес. Так, у меня Рус заказал мне какой-то суп. Я вижу пока одни макароны. Но, видимо, тут одни макароны. Ладно. Потом у меня два тако мясных. И кисадилья. Лимон вот здесь. С курицей. Лайма гораздо веселее обычно бывает. Да, добавляем лайма. Супчик. Видимо, мне тоже добавить. А вот это соус к чему? Это кисадилью. Это твои макароны на этом. Кисадилья, нет. Кисадилья моей. Нет, Роберт уже все съел. В итоге, получается, заказали какой-то фигни. Рус говорит, что этим супом можно спокойно наесться. Очень густой. Но он густой, как каша. На суп мало похоже. Одни калории. Да. Говорит, похоже, что тако завернуто. Там куриное мясо, да? Калито вот фасолью и сверху сыр. Вот я вылила соус. Вот так все-таки кисадилья выглядит получше. А у нас уже час сорок. И посмотрите. Была, помните, очередь большая. А уже очень много свободных мест. Видимо, мексиканцы обедают пораньше. Где-то начиная с 12 часов. Я заказала десерт. Вы только посмотрите. Ну, вот такой маленький-маленький. А у меня такой огромный-огромный десерт. Сейчас разберемся, из чего он состоит. Вот это желтое мороженое, сливки, вишенка. А стакан обмазан ореховой пастой и полит шоколадом. Серд очень сладкий. Я старалась. Смотрите, половину съела арахисовую пасту. Внутри мороженое и манта. И буквально вот чуть-чуть не хватило мне сил. В детском наборе вот дарят слаймы. Это такая жуткая слайма, жуткая джерсушка. А Роберту понравилось. Счет выше на 680 песо. Это где-то 2400 рублей. Доехали мы довольно быстро. Мы с какой-то задней стороны торгового центра. Вот здесь большая парковка для машин. И вон, видите, название. Канкун у вас Америка с Канкун. Давайте входить. В данном торговом центре мы с вами попробуем бургеры. В итоге решили мы зайти все-таки в бургерную. Попробовать местные бургеры. Какая-то бургерная, манерная. Видите, какие красивые столики. Меню по фуэр-коду. Чтоб не лапали все. Сейчас читаем, посмотрим, что у нас тут представлено. Давайте посмотрим комбо-наборчики. Что туда входит. Смотрите, какие большие бургеры. Бургеры в этом кафе дорогие. По 800 рублей. Мы посмотрим. Написано, что кусок мяса. Да? Посмотрим, будет ли кусок мяса. Очень интересно. И молочные коктейли по 500 рублей. Прибыли наши молочные коктейли. Не, давай клубничный. Попробуй у папин молочный. Шоколадный. И вот смотрите, железячки. Это вот остаток коктейля, который нам взбивали. Все принесли. Ложечку принесли также для коктейля. А это соусы для бургеров и картошки фри. Плотненький коктейль. Можно, кстати, пока ложечкой поковырять. Вот из-за этой чаши. Принесли на два больших бургера. Кстати, я сейчас проверю, котлета или это мясо. Так, это котлета. Давай снимай быстрее и есть котлета. Смотрите, она сочная, большая. Не уронит. Не уронит. Вот у меня он такой огромный. Уруска тоже огромный. Боечка, кстати, тоненькая. Сейчас мы посмотрим по впечатлениям. У него там сыром заливается, у меня еще здесь бекончик. Ну как? Вкусное? А мясо как ты думаешь? Это не котлета, это рубленая или... Котлета. Котлета. Мясная. Это 800 рублей, двойная котлета. Но вкусная, да? Да. Не простой Бургер Кинг, да? Да. Лучше. Гораздо сложнее. Сложнее и качественнее. Ну ладно. Сейчас попробуем. И мой. Смотрите, в разрезе как очень красиво, мощно смотрится. Котлеты толстые. И Руссадобрил. Говорит, да? Качественное мясо. Вкусный бургер. Посмотрите, какой толщины булочка. И котлеты две. Булочка тоненькая-тоненькая. У меня там куски бекона. Вообще, просто жуть, если на это посмотреть. Да. А у тебя картошечка фри и хот-дог. Да? И другой счет вышел на тысячу песо. На три с половиной тысячи рублей мы поели. Честно? Вот у меня еще кусок. Я не могу это съесть. Что делать с собой, что ли, завернуть? Не знаю. Ну, за три с половиной тысячи сейчас я с собой заберу. Салфетку заверну, да, не салфетку. Вот так, как бабушки делали. Салфеточку и карман. Вам еще забыла, юный блогер, что-то рассказать. Он, говорит, у него картофан остался. Тоже думает, что же с ним сделать, да? Да. Решил по той же бабушкиной технологии в карман. А также сообщает вам, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...